Друзья мои, я еще вот продолжаю вот тот же вопрос относительно закона, того закона бытия, по которому, ориентируясь на который, мы с вами, так сказать, ну пытаемся понять или что ли понимаем, почему необходима была жертва Христова, именно страдания необходимы. Хочу вам привести одну из мыслей, очень небольшую, святителя Григория Паламы. Послушайте, Бог устроил этот видимый мир, как некое отображение надмирного мира, чтобы нам через духовное созерцание его, как бы по некой чудесной лестнице, достигнуть онова мира. Собственно, это я просто его зачитываю, но вы прекрасно понимаете, что это мысль встречается, ну, практически во все, у всех отцов, которые так или иначе касаются творения мира и его понимания. Значит, суть в чем, что все законы этого мира, что для нас очень важно, нашего мира, в котором мы живем, является отображением надмирного мира, то есть того, оного, как он говорит, оного мира. И этот оный мир, этот духовный мир, он является тем, который не изменяется, поскольку сами божественные энергии, которые осуществились в этом мире и в его законах, они неизменны, как сам Бог. Вот это для нас очень важно, так сказать, ну, знать и запомнить, поскольку вы сможете тогда как-то ответить на, не как-то, а действительно ответить на вопрос, на вопрос очень, серьезный вопрос, поставленный нам. Зачем нужен был крест Христов? Вот так, друзья мои. Я бы сказал, завершающим таким вопросом, который дает нам возможность понимания, ради чего совершена жертва Христова, является учение Церкви о воскресении Христовом и всеобщем воскресении. Плоды жертвы Христовой являются через и благодаря воскресению Христову. Если бы не было этого воскресения, то бессмысленно было бы говорить и о страданиях самих по себе. Воскресение явилось именно тем фактом, который засвидетельствовал нам, что страдания, перенесенные Христом, являются спасительными. То есть то, что Он преобразовал это наше дебелое естество, исцелил его от того порока, которое было привнесено в него первым грехом. Именно воскресение является свидетелем этого – воскресения Христова. Само же воскресение Христово является начатком, как пишет апостол, воскресение Христово явилось начатком всеобщего воскресения. Так вот, этот вопрос о воскресении Христовом и, соответственно, всеобщем воскресении также подвергается критике. И было бы важно рассмотреть, что именно утверждается и какой ответ можем мы дать этим идеям. Ну, основная и основная, так сказать, мысль критики христианства в этом отношении направлена на то, что и в Древнем мире мы встречаемся с мифами об умирающих и воскресающих богах. По-моему, я вам, кажется, говорил об этом. Но хочу вам напомнить, что из себя представляют эти мифы и, действительно, как можно их сопоставить между собой. Потому что вопрос серьёзный. Не заимствовал ли христианство вот эту идею умирающих и воскресающих богов, и не перенесло ли оно это на образ Христа? Не оттуда ли это взято? Не является ли это естественным следствием? Поскольку отрицательная критика именно на этом и настаивает. Я вот кое-что сейчас вам кое-какие факты приведу, и, возможно, они достаточно обрисуют нам картину этого вопроса. Вот какова, так сказать, внешняя сторона этих мифов, поскольку и о страдании Христа, и воскресении мы говорим о внешней пока стране. Мы описываем то, что было. Что мы здесь встречаемся? Что здесь говорится? Из мифа об Адонисе известно, что этот сирийский бог на охоте был похищен и умершлён диким вепрем. Здесь нет абсолютно никакой даже идеи о добровольности, страдании и смерти. Я пока говорю об этом. Совершенно никакой идеи. Азирис, египетского бога, родной его брат, сет, заманивает в ящик драгоценный, затем бросает его в Нил, его находит его сестра, сет, наконец, снова находит этого Асириса и раздробляет его труп на части и разбрасывает по всей стране. Что это такое? Сейчас мы поговорим. Я просто пока говорю о самих фактах. Диониса преследует вообще завистливая богиня Гера. Он убегает от неё, но Гера посылает вдогонку питонов, этих гигантских удавов. И эти питоны разрывают его на части. Сжирает его тело. Вот там смерть. Это бога, известного бога Диониса, греческого бога. Аттис, фригийский бог, любимый богиней Кибелой. Когда он изменил ей, то она наслала на него безумие. Он оскопил себя и потерял так много крови, что тут же умер. Вот внешняя сторона вот тех основных мифических персонажей, на которые ссылается отрицательная критика в качестве таких аналогов, давших основания для истории о воскресении, о страданиях, смерти и воскресении Христа. Я вам сейчас сказал о их страданиях. Как видите, здесь нет никакой идеи добровольных страданий, нет никакой идеи страданий за кого-то, нет никакой идеи спасения кого-то через страдания. Просто это отсутствует, и всё. Вот, кстати, а что означают вот эти... Почему речь связана с их именами? Почему идет о них речь? Оказывается, потому, что все эти названные боги, оказывается, не просто умирают, но они по веровням тех религий и воскресают. Как воскресают? Когда воскресают? Об этом не поговорим. Джеймс Фрезер, это известный английский писатель, историк и, в общем, религиовец своего рода, пишет следующее. Под именем Осириса, Тамуза, то есть Адониса, Адониса, Адтиса, народы Египта и Западной Азии олицетворяли увядание и возрождение жизни, особенно жизни растительной, происходящей каждый год. Другой исследователь пишет, в настоящее время всё более и более исследователи склоняются к тому, чтобы рассматривать все эти божества с точки зрения их первоначального происхождения в качестве растительных богов. Смерть и воскресение соответствуют умиранию и оживанию природы. В одном из текстов, где объясняется празднование Вавилонского Тамуза, богиня Иштар плачет, когда исчезает Тамуз. Она плачет о траве без корней, о хлебе без колосьев, оплакивает великую реку, над которой не склоняется ни одной из ив. Она оплакивает поле, на котором не растет ни злаков, ни травы, оплакивает пруд, из которого убежали все рыбы. Она оплакивает сад, оставшийся без ульев и виноградных лоз, оплакивает луга, оставшаяся без цветов. Вот это натуралистическое подход к пониманию божеств. Что являются собой эти божества? Они являются ничем иным, как мифическим выражением идеи природных циклов. Главным образом, каких циклов? Весны и, ну, будем говорить, осени или зимы. то есть оживание и умирание. Вот, греческий философ Ксенофан, он даже иронизирует над этими представлениями, в частности, египетскими, празднуем в честь Осириса и пишет так. Право смешно даже, что они и сетуют и вместе с тем молятся, что опять уродился и созрел хлеб, чтобы снова его сжать и оплакивать. Плутарх, я ссылаюсь на древних, на древних писателей, поскольку они, наверное, немножко лучше знали, чем мы сейчас. Плутарх свидетельствует, они, египтяне, говорят, что Осирис погребен, когда хоронят зерно в землю, что он возвращается к жизни и появляется на свет, когда ростки начинают сходить. А неоплатоник Порфирий прямо пишет, что Адонис является символом, я его цитирую, символом срезаемых зрелых плодов. ни о какой речи при этом в этих мифах не идет о телесном воскресении этих богов. Здесь совершенно четко просматривается смена лета и зимы, восхождение этих ростков и жатвы, и умирания. Поэтому вот эти языческие боги умирают и воскресают бесконечное число раз, то есть каждый год. Там нет воспоминания о том, что с ними было, а речь вот именно о действительной, о действительном праздновании вот весны и лета, весны и зимы. Минуции Феликс, это один из апологетов уже христианских, говорил о язычниках, они не перестанут терять ежегодно то, что обрели, и вновь обретать то, что теряют. Очень хорошо, я вам скажу, он, в общем, точно подметил. Важнейшее различие между Христом и языческими богами заключается в чём? В крестной смерти. Крестной, добровольной смерти. Того, чего мы не находим там. О кресте вообще там нет никакого даже и никакого речи. Вообще крест не вмещался в языческое сознание. Почему апостол Павел так и говорит решительно? Мы проповедуем Христа распятого, иудеям соблазн, а эллином безумие. Профессор Никольский, например, пишет следующим образом по этому вопросу. Говорят, что евангельские рассказы о суде над Иисусом и его казни и смерти составлены по образцу мифов о страдающих и воскресающих богах Востока. Но ни в одном из этих мифов мы не найдём ничего подобного евангельскому рассказу. Осирис, Адонис, Аттис, Таммуз гибнут от враждебных богов или от враждебных стихий. Там нет ничего человеческого, естественного, похожего на историческую действительность. Я обращаю ваше внимание ещё на последний момент, на историческую действительность. Учтите, что все эти мифы не имеют под собой никакой зацепки с конкретной историей. Вы не знаете, вам никто не скажет, то есть, ну, никто даже не говорит о том, когда же произошло это, когда, допустим, жил какой-нибудь Тамасирис или та же Эзида или Аттис или Адонис, когда они жили, какую эпоху, с чем связано. Это же не исторические лица и не исторические события. Это мифы. Друзья, я ещё раз хочу вам напомнить, что такое миф. миф – это не выдумка. Вы слышите? Это не какое-то сочинение, не какая-то ложь или обман, ничего подобного. Миф – это есть не что иное, как способ выражения определённой идеи. Определённой идеи. Вот идею мы, например, сейчас, европейские народы, выражаем это в понятиях, в словах. Мы приводим понятия. Древние народы, если вы обратите к древней литературе, то они эти идеи выражают в образах, в сюжетах, в конкретных каких-то, ну, скажем так, историях. Создаются как бы реальные исторические ситуации. Вы, кстати, обратили внимание, что вот Евангелие, оно же всё в притчах. Христос постоянно говорит в притчах. Это вот образный язык вообще тех народов и тех времён. это или притчи, или прямо мифы. И с помощью них они выражали, выражали, в общем, вот те мысли, те идеи, которые, которые, ну, они считали наиболее такими, что ли, важными. Потом, существенно, ещё следующий момент. Вы помните, что вот эти мифы, они были знакомы всем. Не вызывали ни у кого ни смущения. Когда же апостол Павел пришёл в Ариапах и начал там проповедовать, его сначала слушали. Как только он дошёл до утверждения о воскресении мёртвых, помните, что ему сказали. Иди, голубчик, послушаем тебя другой раз. Не говори нам глупостей. Кажется, есть ли это одно и то же? Почему же такая резкая реакция-то? В том-то и дело, что ни о каком реальном воскресении и речи даже не было в языческом сознании того времени. Да и вообще, это же совершенно небывалая для них мысль. Ни воскресение Христов, ни тем более всеобщее воскресение людей даже это никогда не подразумевалось. Более того, если мы обратимся к философской мысли, мы с вами уже как-то немножко касались, то для всех, и для стоиков, и для пифагорейцев, и для платоников, чем являлось тело? Тюрьмой. Тюрьмой, из которой душе надо было освободиться. О каком воскресении тело говорить? Вы что, тюрьму воскресить, да? И этим вы обещаете спасение? Что за абсурд? Резкое отрицание этой идеи мы видим в языческом мире. Поэтому мы и видим, что у тех же апологетов, тоже Афиногор, например, пишет, что христианское учение о воскресении языческие называли вздором, выдумкой, басней, фантазией и так далее. И, в конце концов, просто глупостью. Ещё бы! Надо что придумать. Вот такова ситуация, ситуация с этим, с этим вопросом. Вывод всё тот же, который после вот каждой темы приходится делать. Вы помните, как сами ученики восприняли сообщение о воскресении Христа, когда прибежали темироносицы. Славянский текст великолепно выражает «яко лжа глагол». Ну, женщину, что ещё спрашивать? Они уж так были, знаете ли, все в ажиотаже таком. Всё, и тут им показалось, что Христос воскрес. Ну, подумайте. Ну, правда, они, видимо, стали с такой силой убеждать, что Пётр всё-таки вскочил, побежал, не выдержал. Надо разоблачить. Видите, самоотношение даже, даже когда ученики уже, кажется, все убедились, сказали Фоме, опять не верят. Вот какова была сила убеждения даже у иудеев. Вы помните, что сказала Марфа Христу, когда он сказал «не умрёт брат твой?» Она «да, верю, воскреснет брат твой». Помните, что она ему ответила? Да, знаю, что воскреснет в воскресении мёртвых. Было учение о воскресении. И посмотрите, тем не менее, как они отнеслись к самому сообщению о воскресении Христа. Как это может быть? То есть, то, что утверждает христианство, причём, посмотрите, утверждает-то как? Стоит только почитать, просто почитать Евангелие, до чего же незатейливо это описывается, до чего просто, без всяких эффектов. Сейчас бы, я думаю, как бы описали бы кто-нибудь. Дай только в руки первое современное бумага Мара. Посмотрите, до чего всё просто, скромно, описывается действительно реально, то, как и было. Действительно, историческая действительность описывается, а не какие-то выдумки. Да, вот о чём это говорит. Вот ещё один факт, подтверждающий, что Евангелие – это не выдумка, а Евангелие – это описание действительных исторических фактов, все, которые связаны с жизнью Господа Иисуса Христа. То есть, и эти сообщения, которые мы читаем там, прекрасно показывают, показывают, что Евангелие – это откровение самого Бога. Христос – это пришествие самого Сына Божия. Вот. Это для нас очень важно, что никаких земных источников вот в этих фактах, сообщающих о страданиях и воскресении Христа, нет никаких земных аналогов, неоткуда списать. Всё, что мы находим в окружающей действительности, уж не говоря об Иудействе, находим даже среди окружающих народов, религиозных верований совершенно другого порядка, совершенно другое. Тут нет... Там это всё неисторично, всё мифологично, всё иносказательно. Здесь описывается факт как таковой. Я просто обращаю на это внимание, как ещё, если хотите, на один такой объективный аргумент, подтверждающий божественное происхождение христианства. Как-то однажды мне пришлось принимать здесь профессора из Англии, новозаветчика. Это был один из трёх самых таких ведущих богословов знатоков Нового Завета Англиканской Церкви. Какое-то время мы с ним сидим, какой-то я обедом угощал, и примерно где-то через какое-то время он начал убеждать меня, что Христос не воскрес. Я говорю, а почему, откуда вы взяли это? Почему вы так считаете? он что-то начал соображение совершенно дикие, это не может быть, это всё это фантазия. Я говорю, ну как же, вы же признаёте Новый Завет? Ну да. Я говорю, так вот же написано, если Христос не воскрес, то тщетно, напрасно ваша вера. Зачем тогда верить? Тогда мы хуже всех людей, что верим фантазии. он подскочил, это у вас перевод. Я говорю, да зачем же перевод? Вот, в греческом тексте. Какое у вас издание? Я говорю, 31-е, а уже вышло 32-е. Это Несли. Я говорю, а что, там иначе написано, да? Понимаете, какие вещи? Подумайте только, это богослов Новозаветчик, одна из больших фигур англиканской церкви. Какие вещи утверждает? Учтите, что идет на нас. Один епископ англиканский, пьем с ним кофей, убеждает меня, что Христос это просто человек, это великий человек. Великий, но только человек. Так вот, сейчас, то есть, это уже давно началось, началась эта вся история отрицания Христа или в целом, или отрицания таких существенных сторон, что ли, его делания, которые полностью обесценивают тогда самого Христа, это началось еще в эпоху просвещения, и нисколько не останавливается, не только не останавливается, а приобретает, я вам скажу, все большую силу и больший размах. Просто это я к вашему говорю, сведению. Мы, я знаю, как вот в советское время, вот у нас коммунизм, вот у нас атеизм, вот у нас богопротивная власть, вот у нас богоборчество, и думаю, и не знают бедные наши люди, что там творится. Там худшее богоборчество, чем у нас. Худшее. Нам передают по радио, передают специально религиозные темы. Смотрите, как там религия, какая свобода передают. Значит, тут глушат, тоже глупые, оттуда передают и думают, что там действительно мир настолько религиозный, такой христианский, там прям не могу. Что вы? Вот уж где безбожный мир, так это действительно более, по крайней мере, безбожный, чем у нас. Это там. Я думаю, вы еще соприкоснетесь и увидите. Помню однажды, как в Германии после воскресный день где-то вечером был прием, да, и большое скопление народу, и, значит, я вот сижу, это зал громадный, и, значит, один из вопросов. Вот у вас, каково у вас положение церкви в Советском Союзе? Я говорю, ну, намного более лучше, чем у вас. Взрыв негодования. Я сижу, успокоились, я говорю, да, намного лучше, чем у вас. Я сегодня зашел, у вас воскресенье, я зашел громадный собор, у вас там сидит пять человек, было лето, никого нет. у вас кто был у нас в Советском Союзе? Зайдите, вы увидите, что там. Некуда совершенно плотную друг к другу, зимой стоят в шубах, посмотрите, что стоят, у вас сидят, вы тут в теплой водичке в ванной, а мы под холодным душем. все, взрыв аплодисментов, все. Да, я говорю, и где лучше себя чувствует человек? Вы разваливаетесь здесь религиозно, а у нас напротив, тот атеист государственный, который, да, у нас он есть, да, но он зато дает нам то, чего вы даже и не знаете. Как холодный душ тонизирует человека, и как теплая ванна расслабляет, это у вас и происходит. Знаете, реакция все-таки была самая положительная. Действительно, они разваливаются в этом. Все, комфорт жизни, никакого Бога не надо. Бог – это так, это, знаете ли, одно из бытовых таких развлечений, когда иногда можно прийти, а уж после Второго Ватиканского собора чего только не встретишь. Собирается молодежь с гитарой, как вчера у нас в профессорской именины. С гитарой начинается, а-ля-ля. И начинает этот канон сочинять. Сочиняет тут же на ходу евхаристический канон. Сидят молодые девицы, молодые парни, знают, так это хорошо, весело, тот же канон, тут же причащаемся. Ну, просто красота. Не жизнь, а малина. И никакого нам неба не надо. Какого нам неба надо? Никакого неба не надо. У нас прекрасная земля. Вот. Есть идеи Бога и больше ничего, но он нам сам абсолютно не нужен. Он не нужен. Вот так. Так что идеи, я вам скажу, отрицания Бога, действительно отрицания Бога, они там присутствуют с огромной силой. Не подумайте, что там нет верующих, искренне верующих людей. Это была бы, знаете, другая крайность. Есть искренне верующие люди, есть, но я вам скажу, что сама атмосфера Запада глубоко материалистическая. Все направлено только на землю. Все проблемы только земные. И сам Бог нужен лишь только и постольку, поскольку Он нам может помочь в решении этих вопросов. Поэтому основная задача Церкви какая? Решение земных вопросов. Вот мы к Церкви с вами переходим. следствием жертвы Христовой следствием, если хотите. Как Господь сказал, созиждут Церковь Мою и врата Адова не одолеют ее. Именно следствием жертвы Христовой явилась Святая Пятидесятница, как Он сказал, пошлю иного утешителя. Действительно, день Пятидесятницы явился тем днем, когда христиане не просто были как некое общество людей, учеников, объединенных вокруг своего Учителя, который вознесся. Общество людей, объединенных едиными взглядами, убеждениями. Нет, нет, это совсем другое дело. Вы слышите, Церковь совсем другое. Вот вам до Пятидесятницы. Кто они были? Это просто единодушные люди. Помните, как написано в Деяниях Апостола? Единодушно пребывали все вместе, молились в притворе Соломоновым. Вот так. Вот, кто они были. Церковь это была? Нет. Нет. Это была еще не Церковь. Ну, наверное, нетрудно нам понять разницу между только что умершим человеком, трупом, и тем, что он был перед этим буквально пять минут тому назад живым человеком. Труп еще сохраняет все черты того, кто был жив, но он уже мертв. Так вот, просто общество людей, объединенных единством убеждений, это еще не Церковь. Церковь там, где присутствует Дух Божий. А вот как он присутствует, при каком условии он присутствует в человеках, при каком условии он присутствует, это очень важно. Как он действует, в чем проявляется, это уже вопросы высшей степени серьезные. Так вот, что, разумеется, под Церковью, когда мы говорим, это не просто общество людей. Общество людей – это та видимая сторона Церкви. Общество и осталось после схождения Святого Духа. Они и остались, все эти ученики. Они также оставались вместе, также вместе молились. Однако, с ними произошло нечто, что совершенно изменило их. какими они были, помните, трусливыми. Страх ради иудейского закрыв все двери. Не дай Бог, узнают, побьют ведь камнями. Тут же они видели, какая ненависть ко Христу. И посмотрите, как она потом проявилась. Смотрите, что делал Саву. Влочил, как написано, и предавал мучениям, и избивал мужчин и женщин, тех, которые были христианами. Поэтому они в страхе сидели, закрывшись. И вдруг вот произошло нечто совершенно необычное. Вот это сошествие Святого Духа, это есть факт и тот, можно сказать, момент, который дал основание Церкви. Не было Церкви, пока не было сошествия Святого Духа. Она стала в связи с этим. В связи с Пятидесятницей стала она таковой. Вот в связи с этим и нужно понимать вот эти две стороны Церкви. И ни в коем случае не забывать о двух сторонах Церкви. Именно одна из них – это единство в Духе Святом верующих людей, верующих во Христа. Тех и единство какое? каких верующих? Не просто верующих, верящих, а тех людей, которые стремятся жить по вере. Вот в чем дело. Потому что и бесы веруют, и трепещут, но мы никак не можем их включить в состав Церкви. Дело не в вере внешней, не в умовой, не в бытовой какой-то, не обрядовой. А речь идет о жизни христианской. Так вот, Церковь – это единство. Образом тела что? Указывается на что? На органическое единство. Но что делает организм живым? Вот это жизнь. Мы не знаем, что это такое. До сих пор это проблема в биологии. Не знают, что такое жизнь. Знают, почему ее может не быть. Но что такое жизнь, пока неизвестно. Так вот, оказывается, не случайно у апостола Павла Церковь названа телом Христовым. Не мертвым, а живым. Так вот, жизнетворной этой силой-то как раз является Дух Святой, объединяющий людей, стремящихся жить по Евангелию. Вот, оказывается, что такое Церковь. Вот, кто входит в состав тела Христова. Откуда рождается эти люди? Кто они есть? Как они возникают? Вот тут мы видим внешнюю сторону Церкви. Как видели это и в апостолах. То есть, это общество, действительно, определенное общество, в котором мы находим единую веру, единую, если хотите, внешнюю жизнь, единые нормы жизни. то есть, вот эту внешнюю жизнь, и в которую, в эту Церковь, входят люди, опять-таки, видимыми действиями, первым из которых является таинство крещения. Видимыми действиями. Мы называем членом Церкви того, кто крещен. Мы спрашиваем, крещен? Крещен. Все, православие. Все, член православной Церкви. И он таковым остается до тех пор, пока его не анафематствуют. То есть, пока не отлучат от Церкви. Каким бы он ни был, хотя он давным-давно уже не член Церкви. Какой он там член Церкви? Его крестили там в детстве, и он потом никогда ни о Христе, ни о Церкви, ничего и знать не знал. Только, когда скончался, принесли его в Церковь, в храм, и говорят, что он крещен. И все. Видите, разница какая в понимании. Одно дело, единство в Духе Божьем всех тех, кто стремится жить по западам Христов. И другое дело, внешнее вхождение, то есть, внешнее, я бы сказал, включение, или даже эти слова как-то неподходящие, ну, просто считается членом Церкви тот, кто принял чисто, неважно, по вере или не по вере, в сознательном, бессознательном состоянии, как ребенок. Главное, что он крещен. Все. Он член Церкви. И до тех пор, пока не отлучен, он является им. Но хочу вам сказать, что именно в этой внешней среде, вот эта внешняя видимая церковная жизнь, только в ней, в ней возможно стать истинным членом Церкви. Потому что здесь, в этой видимой Церкви, мы находим и Божественное Откровение, находим Евангелие, находим учение Отцов, находим путь спасения, находим церковную дисциплину, которая нам очень помогает в жизни. Вот. Вот эту всю совокупность норм церковной жизни, которая помогает человеку стать истинным христианином. Что я хочу сказать? Членство видимое еще не означает действительное членство в Церкви Теле Христовом. Более того, мы же все знаем, на каждой исповеди нам читается «Примири и соедини святей твоей Церкви». Оказывается, пребывание в Церкви – это не есть вот все тот же акт, я образ этот постоянно вам привожу. Это не есть птичка в клетке. Вот крестили, и ты уже все, член Церкви. Не крестили, ты вне этой клеточки. Ничего подобного. Членство в Церкви – это есть гармошка. Она может быть почти от нуля, а может быть, от нуля. До бесконечности пребывания в душе человека Духа Божьего. Вы слышите, оказывается, здесь мы встречаемся с другой совсем категорией. Я обращаю на это ваше внимание. Вот обычное такое, ну, подсознательное или интуитивное чувство какое? Именно птичка в клетке. Вот ты крещен, все, и ты член теперь Церкви. Кто-то сделал, и ты член Церкви. Не сделал, ты не член Церкви. Неверное представление. Тысячу раз можно крестить и не быть членом Церкви. Запомните, что не таинство сами по себе вводят человека в Церковь. Можно и креститься и оказаться быть некрещенным. Вы слышите? Можно причаститься и не быть причащенным. Можно исповедаться и остаться с теми же грехами, которые оказались. Можно венчаться и оказываться невенчанным. Нельзя забывать. Вот это серьезнейшая же вещь. Еще об этом будем говорить, когда о таинствах будем говорить. Бог – это небезликая сила. В язычестве – да, там безликую силу, которую можно поймать, уловить ее. И заклинаниями, действиями, словами можно уловить эту силу и ею воспользоваться. Бог же – дух, который дышит, где хочет. И в лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху. Что значит премудрость? Вот премудрость, разумеется, София, Логос, не может Бог обитать в том, в той душе, которая не способна принять Бога. Бог не применяет насилие по отношению к душе. Вот это, друзья мои, вот это надо понять, эту вещь. Потому что, еще раз, почему я с такой настойчивостью и вам повторяю и говорю уж, извините. Потому что общее убеждение такое. Все, крестили меня, я член церкви. Птичка в клетке, капут. Все, никуда не денешься. Ложь. Примири и соедини святей твоей церкви. И это вы знаете, над кем читаете? Читаете? Думаете только надо мной, что ли? И над вами? И над священниками? И над архиереями? И над патриархом? И, наверное, над папой римской даже самим? Вот там я, правда, не знаю, тут боюсь, да. Нужно позвонить, спросить Ватикан, как над ним читается это или нет. Примири и соедини святей твоей церкви. Вот здесь одно из глубочайших заблуждений, от которого надо отрешиться, и это надо объяснять людям. Оказав своей жизнью, мы ли соединяемся с Богом, с Духом Божьим, или, как пишет Антоний Великий, с демонами-мучителями. Вот так. Макарий Великий очень интересную мысль, я вам скажу, проводит. Я вам зачитаю. «Поэтому слово церковь говорится и о многих, и об одной душе, ибо сама душа собирает воедино все помыслы, и пред Богом есть церковь». Вот здесь интересная вещь. Душа есть церковь, потому что душа сочеталась с небесным женихом для общения с ним и срастворена небесным. Это же, разумеется, и о многих душах, и об одной. Правда, интересно? Макарий Великий даже прилагает слово церковь к душе человеческой. Вы знаете, что слово церковь по-гречески обычно означает как «экклесия», то есть как собрание, такое узаконенное собрание. не то, что по-еврейски «кагал». Узаконное собрание. У афинин это называлось законными собраниями народными, экклесия. В отличие от незаконных собраний толпы, когда собиралась толпа и что-то там воевало, тогда называли это «агора». Или от собраний верхушки, знаете, такой правящей, элиты. Тогда называли «синклит». Синклит. Церковь не синклит и церковь не агора, церковь экклесия. Кто же такие эти созванные? Экклесия – значит, призванные, созванные. Кто же они такие, эти люди? Это люди, которые, я вам скажу, ищут смысла и понимания жизни. Ищут смысла жизни. Зачем я живу? Прежде всего. Прежде всего. Тот, кто ищет, хочет понять. И во Христе, в Христовом учении находит этот смысл жизни и находит путь, путь к осуществлению средств, к осуществлению этого смысла. Почему Господь сказал, кто веру имеет и крестится, вот, оказывается, кто эти призванные, экклесия, созванные. Не в том смысле, вы знаете, мы думаем, что кого-то надо звать, а в том, у кого огонек есть в душе, искание есть истины, искание смысла. Вот, оказывается, кто эти призванные, потому что это призвание где звучит? В душе человеческой. Причем, как оно звучит? Синергично. Вообще, я хочу вам сказать, что вот понятие синергии – это самое, пожалуй, центральное понятие вообще в православии. Центральное понятие, которое постоянно говорит о том, что, да, и Господь действует, и человек действует. Человек богоподобен, его свобода неприкосновенна, сам Бог не может прикоснуться к человеческой свободе. Слышите? Поэтому, когда мы говорим об экклесии, о церкви, о призванных, то что подразумевается? Это призвание где? В душе человека. А оно откуда? Откуда оно проистекает? И со стороны человека проявляется в искании, в разумном отношении к жизни, не в бессмысленном, а в разумном. Мы же все прекрасно понимаем, что можно жить, и не думая ни о чем. Ни о чем не думая. Как животные? Лишь бы устроить свои делишки здесь. И больше ничего. Разумном отношении. Христос дал нам свет и разум. Вот это разумное, разумный поиск человека, он оказывается, оказывается, тогда привлекает все, если хотите, любовь Божию. Тогда Бог может действовать в нем по мере этого искания, по мере этого влечения человека, поиску смысла жизни, к поиску понимания того, зачем я живу, для чего и где истинный путь жизни. Вот, оказывается, что такое экклесия. Под толпой же в данном случае можно что разуметь? Это бессмысленная жизнь. И, конечно же, в видимой церкви очень много этой агоры, агора, толпа. помните, Христос идет воскрешать дочь Иаира и толкают его со всех сторон. Со всех сторон толкают, и никто не получает ни прощения, ни исцеления. Получила это одна только женщина. Вот она, экклесия, вот она оказалась призванной. Она с великой верой подошла и получила. Видите, какая синергия? Она не